Здравствуйте! Я Татьяна, и вы на моем канале, который так и называется Татьяна Кельмяшкина. Знакомлюсь с новой для себя пряжей и приглашаю к экранам всех, кому интересно мое первое впечатление о незнакомой для меня ниточке. Такие аккуратненькие клубочки, умещающиеся в ладошки. Название вот очень хорошо видно. Я сейчас покажу этикетку поближе. 50 грамм, 190 метров. Состав 90% хлопок и 10% вискоза. Цвет хорошо виден. Лот тоже, но нам не обязательно. Итальянская пряжа. И здесь крючок 2,5, рекомендуется спицы 3-4. Можно гладить не очень горячим утюжком. Кстати, про гладить. Раньше я вязала исключительно из шерсти и полушерсти. Не понимала, не признавала хлопок. Если у шерсти и полушерсти под ВТО я подразумевала исключительно постирать, то вот хлопки, сейчас хлопковые составы, я слегка, и этот образец тоже с изнаночной стороны, это я уже просто забегаю вперед, боюсь, потом забуду сказать, обдала парком. На расстоянии примерно полутора-двух сантиметров обдала парком. Это вискоза. Кто-то в комментариях мне написал, не именно у этой пряжи, а я сейчас с хлопками частенько стала работать с огромным удовольствием. Причем мне кто-то написал, что если вискоза чуть-чуть есть, да, и хлопок, Леон любит немножко обдать парком, чтобы потом, ну, изделие не выдавало какие-то пируэты. Я в первый раз в первый класс со всем этим, поэтому знакомлюсь, пробую и так далее. Образец, я не знаю, как про изделие, образец только выиграл. Он не проиграл после того, как обдал. Он вроде остался таким же, но чуть-чуть стал более, лос какой-то придался. Моточек сразу поражает своей красотой. И посмотрите, какой разный не только цвет, да. Здесь мы видим от светло-желтого, прям соломенного к темно-желтому. Переливы отличнейшие. Так еще можно заметить, что фактура пряжи разная. При знакомстве с новой пряжей я очень люблю ее разобрать на атомы и молекулы. Вот сколько здесь составных частей. Что из этого хлопок, что из этого вискоза, я сказать не возьмусь. Видно, что некоторые ниточки, в свою очередь, еще скручены из двух. И временами, местами, как мы уже увидели, это пряжа практически без скрутки. Вот так вот она смотрится. А местами, временами, это не дать не взять проволочка. По ощущениям-то, вот экран не передает ощущения, я внешний вид только покажу. Жесткая такая, прям, как будто крючком обвязанная какой-то тончайшей леской. Такой вот участок. И они повторяются. И они постоянно чередуются. Вот такие тоненькие, жестенькие участки. И вот такие участки, ну тоже не толстые, однако совершенно другого плана. Участки мягкие. Мне это очень понравилось. И захотелось посмотреть, как это будет ложиться в полотно. Заметно ли? Да, заметно. Вот этот участок, он визуально отличается, например, вот от этого. Мы видим, что местами, временами, участки, вот эти проволочные, я их называю условно, без обид, я их очень люблю. Они заметны. Островками они ложатся в образце одними, конечно же. Вот прям большой такой островочек. Вот такой, как полосочка. То есть, получается, что идут они не в какой-то закономерности, а в хаотичном порядке. Так, а если мы положим? Тоже участки можно увидеть. Вот участок, вот участок, вот участок. Мне это очень нравится. Конечно, в большом полотне, не в образце, вот 20-сантиметровом, да, о размерах мы чуть позже скажем. А в большом полотне это будет смотреться чуть иначе. Если эти участки будут при круговом вязании или поворотном располагаться так, что попадать, что ли, или как друг над другом, то эти островочки могут быть прям большими. И это может быть какими-то такими слегка уловимыми, я не знаю, подчеркиваниями, что ли. В ажурном, за ажурность отвечает мережка, уже не так видно в ажурном полотне именно эти участки. И в резинке, что в резинке один на один, что вот такой художественной резинке, тоже эти участки заметить можно, когда об этом знаешь. Вот прям видно, да, что проволочка, а вот не проволочка. Но именно участками, именно сегментами заметно это на лицевой глади. К желтенькому, к медовому, как ни назови, значит, цвету мы уже цвет посмотрели. Мои добрые феи, Лен, огромное спасибо, был приложен моточек еще зеленого цвета. Показываю. И вы посмотрите, насколько удивительно они подходят. Мало того, зеленый просто сам по себе, если бы они даже не играли цветом внутри себя, очень хорошо сочетаются. Я знаю, что Лена любит, Лена Орлова, сочетание желтого с зеленым, я тоже его обожаю. То есть, каким-то колор-блоком, кармашком, например, другого цвета, да, каким-то участком рукава, горловины. А можно где-то заполосатить, то есть, где-то акцент небольшой, один рядочек крючком. Все это как позволяет нам фантазия. И о чем я хочу сказать, вы посмотрите, как в этом зеленом моточке растворился, спрятался, притаился. Вот этот самый светло-желтый оттеночек, если здесь на желтом фоне какой-то более светло-желтый, здесь мы видим полную гармонию этих двух цветов. Я пока не знаю, свяжу ли я что-то однотонное или обязательно сделаю акцент вот этим цветом, не исключаю, потому что мне нравится и то, и другое. На вязание с данной пряжей мне нужно настроиться. Дело в том, что как бы соединять, да, такое тоже бывает, Таня очень любит соединять пряжи, но соединять эту пряжу с чем-то другим я не хочу, потому что здесь уже эффект такой, что художник, дизайнер, человек взял и соединил. Как бы сказать, не убавить, не прибавить. Мне вот это устраивает, более чем устраивает. Летнее изделие такое будет шикарное. Рекомендую спицы 3-4. Я взяла тройку, правда, кубическую. Почему это постоянно подчеркиваю? Потому что многие уверяют, что в переводе на круглые спицы это 2,75. Кто-то говорит, нет, это не так. Я не буду спорить, не знаю, что хочется мне сказать. Для резиночек я буду брать, наверное, 2,75 в круглые или 2,5. Полотно мне нравится, но все равно просится мне на какие-то 0,25 поменьше. Это, еще раз говорю, только из особенностей моей фигуры, чтобы себя чувствовать в вещи замечательно. Поэтому где-то я буду кружить не 3-4, четверка здесь мне именно для летнего изделия многовато. А буду я кружить в районе 2,5, там начало, может быть, изделие резиночкой и так далее. И 2,75 основное полотно. Покажу поближе. Лицевая игла здесь все играет. Здесь все играет и цветом, и фактурой. Ажуры будут смотреться великолепно. Другое дело, что я их пока на себе не вижу. За ажуру отвечают у меня мережечки. Вы представляете, кто вяжет ажуры, как красиво они будут играть. Если мережка на образце смотрится, то любые ажуры будут в этой пряже смотреться. И за теневые рисунки отвечают. Сегодня у меня резиночка. Я уж не помню, сколько на сколько. 2 на 3. И мои любимые звездочки. Если это резиночка играет, да, ну понятно, что хлопок с виской за резинку не держит. Значит, теневые рисунки, кто их любит, будут смотреться великолепно. Мне полотно понравилось. В подобных обзорах пряж я всегда показываю, как выглядит образец до ВТО. Снимаю в отдельном видео. Сейчас я не знаю, с чем это связано. Я тоже, кстати, отсняла все, но это видео не открывается. Зато сохранилась фотография. И я вам ее сейчас покажу. Образец до ВТО совершенно другой товарищ. Это не такой красавец, как после ВТО. Очевидно, прям вот можно почувствовать разницу до ВТО. Сейчас я прям меняю после ВТО, да. Это, как я сказать, до разных человек. Это, конечно, большая разница. Что касается размеров. Кто-то говорит, Танечка, пожалуйста, говорите до и после. Кто-то говорит, что это бесполезная информация. До надо говорить о размере только после. Ну, девчонки, я скажу, а вы уж там решите. Значит, вот у меня есть любовная записочка, где я написала, что до ВТО, обычно я прямо это измеряю в кадре, 21 на 16. 21 на 16. И после ВТО я прямо буквально недавно, перед тем, как снять видео, измерила, 20 на 18. Что же с телефоном-то? Получается, что по ширине он как бы потерял сантиметр, а по высоте прибавил, так, 2 сантиметра. Сейчас я его вот в процессе съемок потрепала. Давайте посмотрим, как будто мы сходили, походили. Ну нет, ну здесь же тепло тела нет. Конечно, изделие на теле это 20. 20 и... Нет, так и есть, так и есть. Ну просто я говорю, я с изнаночной стороны взяла и парком обдала, он такой стал прям стабильный. 20 на 18 в длину образец, вот такой маленький образец, дал 2 сантиметра, да, изделие вытянется. Я же представляю, насколько оно будет комфортным, это изделие. Ну, просто прелесть прелестная. Понятно, что хлопочек, вот эту сухость хлопка никуда не денешь, вискоза старается немножечко его разбавить. И у него это получается, замечательно получается. Но теперь, когда я немножко уже поносила хлопковые вещи, так, ну что это такое? Вот некоторые вытащила из шкафа, все, конечно, принести не могу, потому что от отсутствия вообще каких-либо хлопковых вещей я перешла. Скоро чувствуется, перейду к тому, что они вытеснят мои шерстяные, полшерстяные. Нет, 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 пусть не обижаются, шерсть, полшерсть я люблю. Замечательный голубой джемпер из хлопка, который мне прислали на обзор из магазина про клубочки. Ну, сказать, что прелесть, ничего не сказать. Это снимать не хочется. Хлопок со льном. Довольно-таки толстое изделие, но тем не менее, летом в нем комфорт комфортный. Эта футболочка вообще моя любимая, мне как-то очень нравится, как я здесь вот соединила пуговички, цвет пуговичка, и совершенно равнодушно я к, так сказать, как это называется, бирочке, а здесь как-то все так хорошо взыграло. И мне нравится эта вещь. А вот эта футболочка, это вообще уйти в комфорт и не вернуться. Этим летом я немножко поносила, жду следующего лета, потому что... Ой, потому что это красиво, уютно, удобно, комфортно. Ну, а комфорт этой футболочки, да, рябушки, пока еще, мне кажется, никто не переплюнул. Вот эта пряжа, да, тоже, кстати, Лена Орлова дарила, она другая, ну, разнофактурная на протяжении одного моточка, только здесь участки тоненькие, как-то раньше это было больше заметно, я ношу его, сочетаются с пухренькими, с участками более толстыми. Я ношу этот джемпер и зимой, и летом, и осенью, и весной, и еще никто не переплюнул. Мне почему-то кажется, что именно эта ниточка посоревнуется в комфорте с данным джемпером. Какое-то у меня такое ощущение. Меня поймут многие рукодельницы. Порой вот смотришь и видишь себя в вещи из данной пряжи, и я себя уже вижу в вещи из данной пряжи. И мне даже становится немножко страшновато от того, сколько мне вещей хочется связать именно из тонкой ниточки. Раньше миксовал, и сейчас я миксую не потому, чтобы нитка там была толстая, это только к носкам относится, чтобы быстрее связать, так я за количеством не гонюсь. Просто я смотрю на тонкую нитку и понимаю, что ну не свяжу, вот не свяжу из тонкой, и поэтому я что-то как-то, хочется же изделию как бы не только стартовать, но и финишировать. Но есть нитки, которые я прям говорю себе, буду вязать из одной. Вот это относится. И у меня в планах много изделий именно из одной ниточки. Меня это совершенно не пугает. Побольше поколупаешься, но зато потом с каким комфортом будешь носить. После Нового года я, скорее всего, начну вязать лапку, чтобы застряла. Вот обязательно надо мне съемки. После Нового года я начну вязать, скорее всего, ну начну несколько изделий для летнего сезона. Раньше у меня вообще этого не было. Ни в планах, ни в помине, вообще ни в чем. А сейчас, видите, уже реализую. Да, я честно, откровенно говорю, что полюбила хлопок, полюбила его всей душой. Люблю я его все больше и больше. В заключении мне остается только сказать, что ниточка произвела на меня великолепное впечатление. Великолепное впечатление. Хлопок и чуть-чуть вискоски. А это прекрасная пара. Это прекрасная пара. И, как я уже сказала, отлично вижу себя в изделии из данной пряжи. Осталось дело за малым начать и закончить. Я это обязательно сделаю. Спасибо за внимание, мой добрый зритель. И до новых встреч. А они обязательно будут. О чем думает Таня, когда заканчивается осень, выпал первый снег, он угнездивается в раздумьях, остаться или растаять? Таня думает о лите. Субтитры сделал DimaTorzok